Здравствуйте! Это программа подробностей. Мы продолжаем рассказывать о без всякого преувеличения выдающихся успехах рязанских спортсменов. На прошлой неделе в этой студии вместе с Иваном Нифонтовым мы радовались трём наградам мирового первенства под дзюдо, которое завоевали рязанские борцы. Сегодня обсудим шесть наград юниоровского первенства мира по кикбоксингу. Это первенство состоялось в Италии, в Риме и вместе с нами. Сегодня старший тренер сборной России, заслуженный тренер страны Юрий Храмов. Юрий Михайлович, здравствуйте! Здравствуйте! С победой вас и ваших воспитанников! И, насколько понимаю, это первый в мировом контексте столь масштабный успех рязанского спорта. Семь рязанцев были в сборной России и шесть вернулись в родной город с медалями различного достоинства. Спасибо за поздравление. Несомненно, это лучший наш результат за всю историю кикбоксинга в Рязани. В том году у нас было тоже шесть медалей, но на первенстве Европы, где мы достойно выступили, мир – это другой уровень, соответственно, большее количество стран. Скажу, что на первенстве мира в Италии присутствовало 1570 спортсменов из 56 стран. Конкуренция очень высокая. Сборная России заняла первое место с большим отрывом. В общем-то, мы на протяжении практически 15 лет занимаем лидирующие позиции в кикбоксинге. Но, тем не менее, конкуренция огромная. Уровень растет практически за дня в день. И очень приятно, что и наша сборная, и спортсмены, которые выступают в составе национальной сборной именно из Рязани, показывают достойные высокие результаты. Из ничего, как известно, ничего не бывает. Вот где тот фундамент, который, что называется, легк в основу побед рязанских спортсменов? Там, кстати, как по медалям-то расположились два золота, по-моему, да? Да, два золота, три серебра, бронза и пятое место. Я могу также прокомментировать и порадоваться то, что в последнее время на кикбоксинг обращает внимание и Министерство спорта, Рязанской области, администрация города Рязани. Они всячески помогают нам. И, несомненно, это материально-техническая база, где спортсмены готовятся. Это, в первую очередь, спортивная школа «Золотые купола» и спортивный комплекс «Экватор». Это в московском микрорайоне. Также у нас и на базе 63-й школы, общеобразовательный спортивный клуб «Лидер». У нас есть такая уникальная возможность. Мы сами растем как тренера. И поэтому наши кадры, в первую очередь, тренерские, они, в общем-то, задают тот тон и ту работу, которую выполняют спортсмены. И не было бы вот этого взаимодействия. Но у нас, я думаю, ничего бы не получилось. Мы с Иваном Нифонтовым тут беседовали неделю назад. И на мой вопрос чувствуется, что своими победами вы привлекаете интерес к виду спорта. Он сказал, да, интерес к дзюдо в Рязани огромный. На сегодняшний день просто не хватает мощностей, чтобы принять в секции всех желающих. У вас так же или по-другому? Насыщение идет. Радует то, что очень много стало к нам приходить девочек. Опять же, в том году мы выиграли Европу. Это Даша Мерлина. В этом году она, к сожалению, стала только пятой на первенстве мира. И Любовь Сосинкова выиграла, опять же, мировое первенство. То есть, девочки идут, занимаются. Практически с семи лет мы принимаем в секцию. И родители отдают довольно. В общем-то, благоприятно сказываются тренировки на учебе. Вот у нас, опять же, Любовь Сосинкова закончила школу с золотой медалью. Ну, вот многие, наверное, которые у нас сейчас люди смотрят, для них вот это сообщение последнее, оно станет просто новостью. Казалось бы, кикбоксинг очень жесткий, контактный вид спорта. Девочки занимаются, да еще и школу с золотой медалью оканчивают. Это возможно, оказывается, в принципе? Несомненно. И скажу больше. Все, кто у нас прошел школу кикбоксинга из ведущих спортсменов. Токарев, Безрядин, Савельев, Бровкин, Шальнев. У всех минимум одно высшее образование, а у кого-то их два, в общем-то. И общаясь с родителями постоянно, мы отмечаем такую тенденцию, что как только ребята приходят в спортивную секцию, повышается дисциплина, работоспособность. И, что благоприятно, сказывается на учебе в школе. Именно вырастают показатели обучения в общеобразовательных школах. То есть тренер – это не просто тренер, это еще и педагог, наверное, как-то все-таки по сути. Ну, конечно же, да. Помимо того, чтобы чему-то научить ребятам, дать какие-то навыки, мы также ведем и педагогическую, воспитательную работу в плане духовного воспитания. По мере возможностей, естественно, постоянно общаемся с родителями, проводим всевозможные семинары, спортивные лагеря, экскурсии. То есть работа огромная на самом деле. Юрий Михайлович, ну вот Вы сейчас назвали фамилии Токарева, Безрядина. Это, наверное, один из самых известных и широко раскрученных в городе фамилий Ваших воспитанников. Связь с ними после того, как они завершили активные свои спортивные выступления остается? Конечно. Алексей Токарев, он сейчас находится в Санкт-Петербурге, продолжает, ну вернее не продолжает, а занимается тренерской работой. Ярослав Безрядин у нас тоже принимает активное участие в тренерской работе, помогает при подготовке спортсменов к соревнованиям. То есть никто не бросил, все, скажем так, в обоими. Скажу еще, что Максим Шальнев сейчас готовится к профессиональному поединку, который будет в ноябре. В Братиславе он будет отстаивать свой интерконтинентальный пояс по версии К1 среди профессионалов. Возвращаясь к тем шести наградам, которые прибыли в Рязани из Римени, давайте, во-первых, назовем всех лауреатов, а во-вторых, какая из этих медалей может быть особенно дорога? Такого на самом деле нет, что кто-то лучше, кто-то хуже. У нас один коллектив, одна команда. Мы также радуемся и переживаем за любого спортсмена. И не хотелось бы выделять кого-то отдельно. У кого-то было больше боев, у кого-то они были труднее, у кого-то легче. Но, тем не менее, нас объединяет то, что мы вместе. У нас никогда не было, я надеюсь, и не будет, что мы вот кого-то возвысили, кого-то там, наоборот, понизили в чем-то. То есть коллектив – это коллектив, команда – это команда. То есть поэтому тут все за одного, один за всех. Ну что ж, давайте назовем имена всех этих героев, всех тех, кто привез в Рязань награды различного достоинства. Порадовали все. Нам очень приятно. Мы рады за Рязань, за Рязанскую область, за нашу страну. Это Илья Конобеев, Владислав Власенко, Георгий Илякин, Леонид Резадинов, Даша Мерлина, Любовь Сосинкова и Реджина Худобашева. Это те спортсмены, которые представляли Рязань на первенстве мира. Ну и их тренер, заслуженный тренер России Юрий Храмов, который был сегодня гостем программы «Подробности». Мы говорили о выдающемся успехе рязанских спортсменов на мировом первенстве по кикбоксингу в Риме. До встречи на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин